Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 января день Павла. Речь идет о преподобном отце Павле Фивейском. Он поселился раньше всех в египетской пустыне и вел очень праведную жизнь. Его нашел преподобный Антоний, который пожелал узнать, есть ли подвижники лучше его самого. На что в видении услышал голос, который сказал, Антоний, есть один раб Божий, который пришел сюда прежде тебя и который в совершении, чем ты. Это был Павел, который юноше бежал от гонений на христиан в пустыню и прожил там 113 лет. В народе сегодня говорили, Павел взмок, день приволок. Петр и Павел день прибавил. Да, день стал заметно длиннее, а ночи короче. Сегодня крестьяне молились о богатом урожае льна. Выращивание льна в те времена было очень сложным занятием. Выращивали его исключительно мужчины, так как он требовал сложной обработки. Его молотили, чистили, вымачивали, мяли, щипали, трепали, чесали и только после этого делали ткань. Поэтому хороший урожай льна был большой удачей и радостью. В этот день было особое отношение к тонкоматериальному миру. Считалось, что сегодня можно легко навести порчу. Поэтому люди сегодня носили при себе обереги и не ходили в гости. А вот людям, обладающим колдовским даром, сегодня надо было найти человека, которому можно было бы его передать. Чтобы задобрить домового за обедом, его нужно обязательно похвалить. Поставить для него на видного места рюмку вина или водки. Приметы. Если в этот день дует сильный ветер, лето будет дождливым. На диме сегодня много звезд, хорошему урожаю льна. Сильный снегопад днем, значит ночью ударят морозы. Венчание и свадьба в этот день к семейному счастью. Вороны спрятались, скоро ударит мороз. Если слышен щебет снегирей, это к перемене погоды. Если узоры от мороза сегодня идут по направлению вниз, год будет урожайным. Я вижу, что здесь у нас все такого желтого-оранжевого цвета. Сам по себе цвет имеет огромное влияние на наше здоровье. Можно немножечко и о цвете рассказать. Кстати, вот этот же цвет, который у нас тут имеется и сама куркума, она согревает круг и улучшает кровообразование, что немаловажно. Также является хорошим средством для улучшения пищеварения, о чем я уже сказал. И можно еще сказать, что если вы переели, будем говорить, какую-нибудь пищу, особенно жирную, она будет способствовать тому, что ее быстренько переварят. И что-то еще, Гена, вы говорили насчет сладкой пищи, что не так будет тянуть к сладкой пище сладкоежек. Да, это абсолютно правильно сказано. Потому что в сладкоежке, к сожалению, родители, детишка маленькая, говорят, кушайте конфетки детишки. В дальнейшем мы знаем, что у детишек проблемы с зубами, это как минимум. В нашем случае, то есть уже вот таким образом выглядит. Красиво. Сыр немножко, сейчас он остынет, то есть температура должна упасть ниже 40 градусов. Мы знаем, что мед нельзя использовать, если температура больше 40. То есть он свои целебные свойства теряет мед. Хорошо. Ну давайте парочку кусочков сделаем с медом. Мы сделаем два сладеньких или три. Лучше два. Два, хорошо. Потому что все-таки, когда сладенько добавляем к белковому, ну, будем говорить, она, конечно, вкусно будет. Но вот с позиции сочетания пищи белков и сладкого, тут не совсем все будет благоприятно. Это уже, если сильный такой желудочно-кишечный тракт, то... Итак, парочка, приступим. Хорошо, я беру куркуму, вернее, наш этот бутербродик без меда. Так, а я беру с медом. Да, с медом. Ну давайте пробуем. Пробуем. Пока я еще немножечко скажу, вы пробуйте, что с позиции аюрведы, аюрведа, раз куркума, это продукт огненной природы, то что она делает? Она способствует тому, что токсины, которые имеются в нашем организме, начинают сгорать. За счет этого она очищает тело от токсинов. Причем токсины, которые возникают от слизообразующей пищи, она как раз и сжигает. Меньше будете болеть насморком. Вот. Значит, она согревает еще кровь. Вот у многих еще мерзнут. Кстати, мерзлешь, не мерзлешь? А, почему еще Геннадий любит куркуму? Вот я беру руку, а ручка немножечко прохладненькая. И когда мы с вами едим куркуму, тем самым увеличивая теплотворные способности организма, у нас мы вытесняем холод из организма. И кровь становится намного горячее. Это уже большой плюс. И, кстати, в институте можешь сказать, спортсмены, которые занимаются, чтобы у них не было различных травм, они могут использовать куркуму для того, чтобы связки становились более эластичными. Поэтому и раза два, как ты говоришь, чаек, вот такой вот бутербродик, кстати, я попробую. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает, избежает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организма, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них.